Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вас видеть вас этим пятничным утром. Слава Богу за благодать этого общения. Господи, благодарны Тебе за это утро, Иисус. Благодарим Тебя, что верно посещаешь нас словом Своим, наполняя им и укрепляя Господь в истине своей. Слава Тебе, Христос! Благослови эту небольшую мысль вступления к основной части, Господь. Приготовь наши сердца во имя Твое, молимся и просим. Аминь. Итак, второе послание к Тимофею, 7 стих и 8. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его. Но страдаясь благовестием Христовым силою Бога. Итак, в отношении 7 стиха этой части. Дал нам Бог духа небоязни. Мы видим с вами, как Господь, Бог преображает каждого, кто откликается на Евангелие Иисуса Христа, возрождая Его свыше. И таким образом совершается оживление духа, который ранее был мертв. И также есть благодать еще больше, что в нем поселяется Дух Святой, личность Триединства. Таким образом мы с вами можем отождествиться отчасти с этим предложением. Ибо дал нам Бог духа небоязни. Это потому что Бог преображает каждого, откликающегося на Евангелие Иисуса Христа. И совершается это внутреннее преображение, которое уже не меняется. Он оживляется духом, и также дух святой поселяется в нем. И затем, благодаря этому, совершается также это укрепление и возрастание каждого откликнувшегося на Евангелие. Каким образом Господь, Бог, исправляет от стыда и страха? Укрепляя нас силою своей. Сила Божья в одном из стихов выражено, что это слово о Кресте, которым мы наполняемся. Иначе говоря, слово об Иисусе Христе, опять же. О его любви, наполняясь словом о Кресте. Кстати, слово, как вчера говорилось, силы – это слово дунамис. Интересно, что такой силой мы наполняемся, когда наполняемся ничем иным. Иногда мы можем обращаться к своим собственным силам. Но нет, укрепление силою совершается словом о Кресте, об Иисусе Христе. И там освящается нам сила любви его, это слово Агапе. И также целомудрие. Интересно, это слово, как вчера тоже говорилось или ранее. Сафронисмос. Это может отчасти означать дисциплина, но также это имеет отношение, как мы можем увидеть, к мудрости Иисуса Христа посредством восприятия Его слова и любви Его. И мудрость также освящает жертву Иисуса Христа. И размышляя таким образом, каким образом совершается освобождение от стыда, либо страха. И то, что переживает здесь апостол Павел, и также укрепляет Тимофея в том, в чем он сам укреплен. Во-первых, мы каждодневно, укрепляясь в слове о Кресте, не стыдимся, потому что мы освобождены от осуждения. От страха и стыда осуждения. Каждый день, наполняясь словом о Кресте, любовью Его, мудростью Его, мы каждодневно избавляемся от страха осуждения и стыда осуждения. Господь силен освободить нас в этом, когда мы находимся под восприятием Его слова. А второе, я размышлял, он находится в узах, он находится в тюрьме, как мы вчера слышали также в слове. И посмотрите, как он укреплен дерзновением и силой. А почему я так размышлял, что те, которые преследуют Его, те, которые давят на Него или угнетают Его из-за верования в Иисуса Христа, они ведь тоже являются объектом любви. Таким образом, мы можем увидеть, что Господь Иисус избавляет нас от стыда и страха, которым могут подвергать нас люди определенные. И у нас может возникнуть страх и стыд из-за этого. Но Он избавляет нас от страха и стыда, я так подумал, благодаря этим мыслям, что и эти люди также являются объектом любви Божией. И тогда Господь силен укрепить в нас эти мысли и этот взгляд в отношении тех, кто может проецировать или приносить страх таким образом. И Он совершает эти удивительные чудеса. Сам Саввул когда-то приносил этот страх большой тем, которые веровали в Иисуса Христа. Но люди увидели это откровение. И мы также можем, возрастая в слове о кресте, находить эти мысли, освобождающие, укрепляющие, что те, которые могут гнать из-за верования в Иисуса Христа, мы можем избавить, вернее, Иисус Христос избавляет нас, потому что и они объекты любви Иисуса Христа. И тогда уже другой взгляд. И вот Он способен совершать эти преображения. Аминь. Благословим Вас Господь. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Нурлан. Замечательно. Дух силы, любви, целомудрия, преображения, каждый раз оживление. И Дух Святой правит в нас. Совершаемся, укреплены, возрастаем. Укрепление силой не своей. Слово Иисуса Христа в нас. Сила Его, а не наша, не своя. И это становится все явленным для окружающих, для нас. В первую очередь для окружающих. Они являются свидетелями происходящего. И то же самое происходит и в них. Слава Господу. Спасибо. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в этот замечательный день, в это утро, день, вечер, в эти сутки, Господи, даже ночью мы укрепляемся Твоей истиной. Так говорит Слово, и мы рады видеть это в Слове, рады видеть это подтверждение в нашей жизни, в нашей сущности. Благослови, Господь, эту порцию. Прославься, Бог наш, во имя Твое Иисус. Мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас четвертое слово посвящения по второму посланию к Тимофею. Замечательное послание. В какой-то степени это послание как итог жизни и триумфа Господа Иисуса Христа в Тимофее. В этом молодом человеке, который принял это Евангелие, нес, развивался. Затем под воздействием видимого мира стал отходить. Дух Святой благословляет апостола Павла на то, чтобы ободрить, возгревать дар давной Тимофею. И все сопутствующие обстоятельства, как это происходило. Тимофей как цветок начинает восстанавливаться, и вот он уже расцветает. И везде слышится, везде слышится в каждом стихе благодать, спасение, сила Божия. Мы вчера говорили, я сказал, о пяти кластерах, то есть соединениях, да, которые мы видим, видели в порции с пятого стиха по десятый стих, вернее, должны были еще пройти одиннадцатый стих. Но у нас получилось пока четыре кластера, да, потому что мы остановились на десятом. А давайте посмотрим на название этих соединений внутри этого цветника каждого из стихов. Первый кластер было – это возгревание. То есть, это замечательное упражнение в духовной жизни. Я наблюдал сейчас за тем, что происходит. Вот пастор Нурлан говорит, все так складно, замечательно. Он имеет это учение, и этого учения держится. И он делает то, что нам каждому необходимо делать. Мы с вами не только думаем, мы ведем разговоры с собою. Внутри у нас есть диалог. И вот Библия предлагает, так пусть же этот диалог будет не с самим собой, или не с воображаемой персоной, знакомым, или же друзьями своими и так далее. Пускай этот диалог будет реальный с Господом. А самая реальность находится в слове Его. И то, что мы видим каждое утро, каждый день, размышляя в этом удивительном материале. Обратите внимание, как это все сплетено в одно. Это слова Иисуса Христа. Это то, что написано в послании к евреям. Первая глава, первый стих, вторая часть. В эти последние времена, мы в последних временах живем. Бог разговаривает с нами через Сына. А Иисус объясняет, как это будет происходить, когда Он вознесся, но живет в нас. И Дух Святой – это Евангелие от Иоанна 14, 15 и 16 главы. Там говорится, Иисус говорит, Дух Святой возьмет от моего Духа и будет укреплять и расширять, потому что это сфера действия творения Иисуса Христа. Итак, первый кластер был возгревай, второй кластер был спасение, третий – благодать, ее замысел и явление, сосредоточение, четвертый кластер – Евангелие, и вот пятый кластер. Это с 11 стиха, вернее, 11 стих. А потом мы с вами рассмотрим стихи по 14. Итак, 11 стих. «Я поставлен проповедником для Евангелия, которое Господь открыл, и для него я поставлен проповедником, апостолом, учителем язычников». Пять объектов, которые здесь, о которых говорится. Для этого Евангелия, и вот теперь «я поставлен» – это полномочия, которое дано нам. Вопрос. А вы поставлены для Евангелия? Да. А где я вижу это? Евангелие от Иоанна, 28 глава, 20 стих, где говорится о том, что «Бог мне лично, тебе, нам, церкви, говорит», как верующим, имеющим Евангелие в себе. Он отправляет нас, это великое поручение, идти в этот мир, идти с Евангелием. Мы поставлены для этого. Когда мы работаем в каком-либо предприятии, и мы заходим туда, обучают, а через некоторое время предлагают, ну, давай, ты теперь это делай, ты обучен. И мы обученные делаем, правда? И получаем за это зарплату. Вот мы обучились, и Он поставил нас для того, чтобы мы говорили. Потому что наши сердца переполняются не тем, что в мире мы почерпнули. Они наполняются Богом, Духом, силой, любовью, содержимым нашего нового ума. Сафранео, да, это спасённый ум. Итак, я поставлен кем, чтобы быть кем? Проповедником. Проповедник – это глашатый, который сообщает Евангелие. Вопрос. А вы поставлены проповедником, чтобы говорить Евангелие? Да. Вы живёте в этих многоэтажках, например, может быть, кто-то живёт в своём доме личном. У вас есть соседи. Вы поставлены в том месте, где находитесь. Или вы вышли погулять, или вы находитесь на работе. В определённое время, не нарушая режима работы, мы с вами в отведённое время поставлены, чтобы сказать Евангелие, проповедовать, произносить это чудо жизни. А кроме того, здесь дальше пойдёт такое откровение. Когда мы говорим, то… Вы знаете, это не просто процесс говорения Евангелия какому-то человеку. Это человек, который избранный, чтобы услышать это Евангелие. Это человек, которого Бог привёл. Не случайно он отказался, а Бог привёл к нам. Например. В конце своего третьего путешествия апостол Павел говорит, «Я собираюсь пойти в Иерусалим». И ему Дух Святой через других людей верующих показывает, что там его ждут в этом путешествии очень серьёзные испытания. И Дух Святой находится в апостоле Павле. И Дух Святой в апостоле Павле говорит ему, «Мы справимся. У тебя есть сила. У тебя есть любовь. Обязательно иди. У тебя другой ум. И ты будешь излагать в этом путешествии, которое тебя ожидает, ты будешь излагать Евангелие. Да, страдания. И в конце концов его и хотят и убить, когда он свидетельствовал в Иерусалиме евреям. Его спасает тысяча начальник со своим войском. Такая заваруха получилась. Беда целая. Но если посмотреть, это двадцатая, двадцать первая глава, может быть, двадцать вторая, книги деяний. И мы видим там это событие, которое происходит. Он говорит историю израильского народа, вернее, своего призыва и израильского народа, и своего состояния до того, как он был спасён. Он рассказывает это историю. Мы все рассказываем историю Евангелия, как оно пришло к нам, достигло нашего сердца. И у него так же было. И он сам когда-то слушал, когда эта Евангелие произносилась, например, дьяконом первой церкви в Иерусалиме. И он слушал и не верил, что так действительно произошло, что Мессия уже явился, и его распяли. И внутри шла борьба, борьба на уничтожение Стефана. А теперь он стал точно так же, как Стефан, провозглашать перед своими собратьями и они захотели его убить. Его спасли. Его спас Бог, но использовал для этого римских солдат, охрану, в той части Иерусалима, где находился дворец губернатора, поставленного римской властью. И мы с вами наблюдаем, что Дух Святой готовит Павла к удивительным делам. Он становится узником Римской империи и поступает в руки одного губернатора, другого губернатора. Его держат два года в заключении. А потом, по его желанию, как заключенного и римского гражданина, он захотел предстать перед судом Кесаря. И его под стражей взяли, отправляются на корабль, и вот они там на этом корабле попадают в шторм. Такие приключения, и можно было бы сказать, В чем назидание-то? В чем назидание, что его там на этом корабле из стороны в сторону эти ветра, волны полощут? И вот в 27 главе, смотрите что, как история развивается. 27 глава книги Деяний пишется откровение. Это откровение Бог дал. Апостолу Павлу и все стало для него понятно, что он делает на этом корабле в эту бурю. 27 глава книги Деяний. Павел рассказывает, а и в шторме, этот шторм готов уничтожить корабль и всех пассажиров, а также тех охранников и так далее. И вот 22 стих, 27 глава Деяний. Теперь же убеждаю вас, он обращается к руководителям этого путешествия, также к владельцам корабля. Убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. А ведь понимали, что они все погибнут. Но человеку нужно откровение как о своей жизни, так и о той ситуации, в которой находишься. 23 стих. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, вот слова этого явившегося ангела, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесарем. И вот Бог даровал тебе внимательно слушай, всех плывущих с тобою. Арестованный – это в мире, но на корабле в шторм оказывается все эти души ему даровано. Ему, евангелисту, который был поставлен для того, чтобы проповедовать Евангелие, возвратимся снова в 11 стих. Он был поставлен быть посланным, миссионером, апостолом. он был поставлен для того, чтобы быть учителем. О, евреи, для язычников ненависть возникает. Те, которые, евреи, которые не принимали Иисуса как Мессию, как Христа, они были возмущены теми словами, которые произносил апостол Павел, Евангелие. А когда оказалось, что он вообще отправляется Господом к язычникам, еще большее возмущение и ненависть. А откровение, слушайте, когда-то Гамалиил это понял. Это четвертая глава Деяний. Он сказал Синедриону отпустите их. А были захвачены апостол Петр и апостол Иоанн в храме из-за того, что они парализованного человека, который сидел у красных ворот во дворе входа, во двор храма и далее в храм, он просил милостыня. А Петр и Иоанн передали ему жизнь Иисуса Христа. И в этой жизни он аж подскочил. То он был множество лет до отрождения своего был парализован. Не мог ходить. Ждал своего часа. Он даже не знал, что такое произойдет. Он не знал, что он через некоторое время, но несколько лет, что он станет тем объектом удивления, восторга и молитвы многих людей, которые будут молиться и благодарить Господа за то, что Господь исцелил его. Это произошло на глазах у людей. И этот парализованный, как говорится, расслабленный, то есть он не владел своими ногами. Теперь бегал, возвращался к апостолу, и это все беготня и подпрыгивание, эти подскоки происходят в храме, их даже арестовали на время, чтобы на следующий день Синедрион рассмотрел их вопрос. И собрался Синедрион, главный юридический, политический и религиозный орган правления над страной, со стороны иудеев. И они допытывались, каким образом, какой силой, как только эти вопросы были заданы, они увидели, как Петр к ним обращается, и обращение Петра было не как человека, рыбака, неграмотного, а как того человека, который ходил с Иисусом. Они обнаружили этого человека под воздействием Святого Духа, и этот человек говорил истину о том, что произошло в Иерусалиме, когда казнь происходила над Иисусом, что это была жертва начальника жизни, самого мессию вы приговорили к смерти, начальника жизни к смерти, но Бог оживил его. И вот эти слова Петр и Иоанн произносят и весь Синедрион в расстройстве чувств готовый издать вердикт, наказать этих двоих, угрожает им. И Гемалиюл говорит о том, что не надо этого делать. Если это не от Бога, это дело разрушится. А если от Бога, то вы становитесь сражающимися с Богом. Так и в этой истории апостола Павла в шторме откровение такое. Везде, где мы находимся, есть люди. Когда мы говорим Евангелие, эти люди были подарены нам. Решение за ними. Если отклик негативный, не расстраивайтесь, потому что даже уходя от вас, действует Дух Святой на этого человека, и он перебирает в своей голове те слова, которые услышал, и наступает вполне возможно прозрение. Таких людей много. Один человек на пересадке по дороге в Караганду к моей маме навещал ее. я ехал из Ашхабада на поезде до промежуточной остановки, потом пересаживался. По дороге у меня украли чемодан с Библией, слава Богу. Кто-то открыл чемодан, там Библия, и молишься за то, чтобы Господь благословил его. И вот на этом пункте пересадки ко мне неподалеку от кассы подошел один человек без определенного рода занятий и места жительства бомж. Он увидел, что на подоконнике стоит у меня бутылка. Его представление было, что это спиртной напиток. И ему захотелось со мной завязать разговор. И вот я вижу, что он смотрит на бутылку и у него желание выпить. А с другой стороны я понимаю, что Господь привел ко мне этого человека. И вот я ему рассказываю историю о Евангелии. И он становится все более поглощенным тем, что ему говорят. И потом он говорит такую фразу, она запомнилась мне и мне она очень нравится. Подожди, подожди. Слушай, мужик, а ты ведь говоришь то же самое, что говорили по телевизору когда-то. Выступали проповедники и те слова, и те слова, которые были ему сказаны через проповедника по телевизору, они совпали с тем, что теперь говорит вот этот человек. Я ему предложил помолиться, мы помолились. и как Господь любит, он дарует нам людей. Смотрите. Итак, этот кластер у нас получился такой, кластер благодати. Мы поставлены. Это поставлено на проповедь Евангелия Богом. Мы посланы. проповедник. Первое поставлено. Второе проповедниками. Третье апостолами. Мы миссионеры везде. Миссионеры это так же, как апостол, только по-латыни. И далее учителями. Итак, поставлены проповедники, миссионеры, учителя для кого? Для всех народов. Так написано в Евангелии от Матфея, 28 глава. Идите и научите все народы тому, что я говорил, крестя их по имя Отца и Сына и Святого Духа. 12 стих 2 послания к Тимофею, 1 глава. По этой причине он рассказывал о себе, что он поставлен проповедником, апостолом, учителем для язычников. По этой причине я и страдаю так, понимаешь? Тимофей, ты не стесняйся меня, не стыдись. Стыдятся преступников, которые были заточены в тюрьмы за правонарушение преступления. Ну вот среди этого Люда меня тоже заключили. О, интересно, когда у пастора Шибели есть такой рассказ, его арестовали, арестовала полиция за то, что он раздавал трактаты и проповедовал в студенческом городке в кампусе. Полицейский был новый, прежний знал очень хорошо, чем занимается пастор Шибели, и новый не знал. Пастор Шибели ему объясняет, нет, пойдем со мной в участок, приводит его, и тут же быстро, да, его отправили в камеру предварительно. он садится на свое место, там кровать какая-то, вот он сел, в этой камере такой полумрак, сверху, с другой кровати верхней свисает человек и смотрит внимательно на него и говорит, пастор Шибели. Когда-то пастор Шибели рассказывал Евангелие этому человеку, и они познакомились хорошо, наверное, он усвоил, и вот этот человек вместо того, чтобы приходить в церковь, там, занимался другими делами, так церковь к нему пришла, везде дары, там на корабле было подарено две, как апостол Павел сказал, Господь сказал мне о том, что мне все эти души подарены, подарены, это означает, что будут слышать Евангелие и некоторые спасутся, а может быть и все. Итак, по этой причине 12 стих я и страдаю, но не стыжусь. Почему? Да потому, что я не преступник, а всякое место, где я нахожусь, это становится местом, где я проповедую. Я понимаю, что я был послан сюда, я понимаю, что мне нужно предоставить учение, и это учение для тех людей, которые находятся. Я знаю, в кого, смотрите, это утверждение замечательно, я знаю, в кого я уверовал. Правильно? Пастор Роман, пастор Сергей, Александр, Галина, Инна, Ирина, Лада, пастор Нурлан, Альфия, Светлана. Я знаю, в кого я уверовал. Я возрастаю в этом знании. Вера, она не слепая. Вера обязательно приводит к слышанию Слова Божьего, и там мы возрастаем. Я уверен. Я знаю, в кого я уверовал и уверен. А вы и мы тоже. И мы уверены, что Он силен сохранить залог мой, мою жизнь. Он силен сохранить мою жизнь. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 23, 24, 25 стихи. В этом мире человек занят тем, что пытается сохранить свою жизнь для себя. И Он для этого может весь мир покорить. Там так написано. Он душе своей повредить, потому что не у покорителя мира вечность с Богом, а у человека, который принял Иисуса Христа, принял Евангелие. А тот, который свою жизнь передал Иисусу, Он приобрел ее. Он спас, сохранил ее. И здесь написано. Он силен сохранить залог мой, то есть то, что было передано ему. Когда мы с вами несем Евангелие, то мы говорим о том, что войди в мою жизнь, спаси меня, мы передаем свою жизнь. И там написано, Он силен сохранить залог мою эту жизнь переданную, а также и жизни, которую я привел, вы привели Господу на оный день, на определенный день. Об этом дне написано в Евангелии от Матфея в 7 главе 21-22 стих, где говорится об одном особенном дне, когда мы будем будем перед Богом. Мы будем или как свидетели перед Богом, свидетелями Иисуса Христа, которые пригласили Его в свою жизнь, или как те, которые придут на суд, если не сделали этого. и в оный день написано многие придут ко мне и скажут Господи, Господи, но разве не Твоим именем? И перечисляются дела, которые они делали. И я скажу им отойдите, я не знаю вас. А кого ты знаешь, Господи? Того, кто пригласил меня жить в нем. Аминь. Отец наш небесный, мои благодарны тебе за это чудо Евангелия. Мы благодарим тебя за эту радость новой жизни в тебе, Господь. Благодарим тебя за действенность этой жизни. Благодарим тебя за метаморфозы, которые происходят в этой жизни, жизни с тобою, Господь, или твоей жизни в нашей. Не то, что ежедневно, наверное, каждую минуту мы приращиваем. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его. Вы никогда не постудитесь, что вы это сделали. Принимая Иисуса Христа, скажите простую молитву. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, приведи в живую церковь, люби, прощай, даруй милость, благодать, любовь, разъясняй во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь Аминь. Слава Господу.